Новая стелла на въезде уже стала одной из достопримечательностей. Здесь глава курорта Юрий Поляков встретил председателя законодательного собрания Кубани Юрия Бурлачко и депутата Госдумы Ивана Демченко. Это уже вторая подобная встреча. В прошлый раз решили сделать формат регулярным. Это комплексный подход. К вопросам, на решения которых не распространяются полномочия муниципалитета, необходимо подключать региональный или федеральный ресурс. За три часа совместно рассмотрели девять обращений. Вопросы как сугубо частного характера, так и затрагивающие общественные интересы. Один из жителей Гостогаевской содержит на 12 сотках земли несколько десятков коров. Соседи жалуются на постоянный запах от неряшливого фермера. Запретить невозможно. А штрафы мизерные. Несколько сотен или тысяч рублей. До 2016 года существовали правила содержания животных в Краснодарском крае. Там хоть как-то было, скажем так, более уточнено хранение нарвоза. Но это только хозяйство. Их отменили в начале 16-го года. Соответствующие статьи отменили на всероссийском уровне. Есть обязательная практика – приводить региональное законодательство в соответствии с федеральным. Определенные нормы остались, однако они не несут конкретики. Один из вариантов – провести экспертизу. Любая свобода не должна нарушать чужих прав. В этом случае соседи одного из домовладений в центре заявляют о нарушении прав. Все началось около четырех лет назад, когда новые собственники построили сначала трехэтажный дом с отступом около двух метров. По словам заявительницы, вопреки решению суда. А второе строение возвели уже на расстоянии около полуметра. Иван Демченко поручил помощникам подыскать юристов, так как в целом ситуация выглядит сомнительной. У других соседей пропал газ. Труба проходила по соседнему участку с 70-х годов. Новые владельцы обещали после переноса коммуникации вновь подключить соседний дом к магистрали. Вкопали столбы. Однако на этом дело встало. Значит, поручение вам, Анжела Анатольевна, подготовить мне все документы, пригласить в потолок, а я ему все объясню, как надо сделать. Помочь людям конкретным решением – цель таких визитов. Обычно вода текла у нас по весне, она текла через возле заправки, через дорогу уходила. Руководитель территориального общественного самоуправления Александр Жуков показывает ливневку. Материалы для ее строительства профинансировал Иван Демченко. Инженерное сооружение должно решить проблему с подтоплением одного из районов в станице Анапской. Этот и другие проекты планируется продолжать. Поляков пришел сюда главой, в конце концов. Начали хоть чуть-чуть разгребать. Но ему еще разгребать, разгребать есть. И мы ему помогаем здесь со всех сторон. И Юрий Александрович взял под себя округ Анапский. Подшествовал. Посмотрите, сейчас 10 площадок, воркауты, автобусы. В ближайшее время начнется установка 10 спортивных и еще 10 детских площадок в Анапе. Деньги на эти цели выделил председатель краевого парламента Юрий Бурлачко. Второй этап – установка аналогичных объектов, но уже в сельских населенных пунктах, в том числе в селе Субсех. А Иван Демченко начал капитальный ремонт детского сада в селе Юровка. Александр Ребеко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.